Всем привет, меня зовут Юрий Аксёнов, я продолжаю играть в Дверф и напоминаю, в предыдущей серии мы сразились с этими троллями и получили их голову, теперь их голова у меня в сумке лежит и мы отправляемся дальше. Интересно, сможем ли мы эту голову доставить до деревни, сейчас узнаем. О нет, ядовитый туман уже близко, не хотелось бы встретиться с существами, которые скрываются в нём, следуя за мной, нам нужно бежать. Надеюсь, это всё-таки не на скорость уровень. Так, ну да, скорее всего нет. Куда же мы сейчас прибежим? Что же нас ждёт впереди? Вот этот ядовитый туман, а нам нужно бежать дальше. Он говорит, беги за мной, в итоге он сам за мной бежит. Где его логика? Где твоя логика, чувак? Так, Дверф, подожди. Эм, Балабамир, ты в порядке? Я весь... Хе-хе-хе, ладно, ничего страшного, наверное, вдохнул слишком много ядовитого тумана. Я слишком слаб, чтобы идти дальше, мой друг Дворф. Синие грибы растут глубоко в пещерах логова Шрумдейл. Четырёх из них должно хватить, чтобы очистить мой организм от яда. Тогда я выведу тебя на поверхность. Я останусь здесь, чтобы отдышаться. Не беспокойся обо мне, друг Дворф. Со мной будет всё хорошо, по крайней мере пока. Так, ладно, в общем, нам нужно какие-то синие грибы найти, чтобы ему помочь. Тут контрольная точка. Так, что тут за кнопки? Угу. Тут, в общем, надо будет нажать вдвоём на эти кнопки. Да блин, тут уже выход, он бы мог нас сюда довезти и выпустить. Так, эти ворота должны вести глубже в гору, но как мы их откроем? Нам надо спешить, если Баламир умрёт, мы никогда не вернёмся домой, отец рассчитывает на нас. Я до сих пор не доверяю этому троллю, но тебе решать. Ну а что нам делать, если не доверять? Так, хпшечка у нас уже полная. Так, так, что тут написано-то? Ещё одна каменная табличка выглядит намного старее, чем та, что в форту Стоунвул. Посмотрим, что говорят руны. Не смогла бы остановить тебя, даже если бы захотела. Приветствую тебя, путник, грибные пещеры, владения вечных королей Кроумарка. Все, кто войдёт... Что? Язык проглотил? Нет. Остальное стёрто, как будто кто-то специально сделал это. Так, давайте сначала сюда пойдём. Так, тут проход. А вот где вот этот вот торговец стоит, там есть проход или нет? Потому что я хочу изучить всё. Так, вы спаслись от ядовитого тумана, слава королям. С трудом, но Баламиру не так повезло. Итак, я ищу грибы, чтобы помочь ему. Он добродушный тролль, спаси ему жизнь, и он навсегда останется у тебя в долгу. Стой, откуда ты знаешь Баламира? Мы оба изгои своего народа. Много раз мы встречались за едой и чаем, обменивались товарами и историями. Не останавливайся, с каждым мгновением пазучий яд разъедает плоть Баламира изнутри. Окей. Так, и тут какой-то проход есть. Я не знаю, куда лучше. Ой-ой-ой-ой, вот это я попал, конечно. Это вообще, я не ожидал, что здесь столько пауков будет. Так, ну походу все, мы с ними... Не, мы еще с ними не расквитались, между прочим. Так что нужно быстрее бежать и заделывать проходы ко мне. Блин, я думал, проход здесь, а оказывается, он со всех сторон есть. Это, конечно, не очень, не очень, не очень. Приходится вот так вот убегать, обманывать и заманивать их в ловушку. Блин, еще одна фигня выросла. Да что это такое? Они хотят меня убить, что ли, или что? Это б самая настоящая западня. Давайте еще ядовитую штуку поставим, пусть она их потравит. Вот так-то. Ой-ой-ой, капельки пошли. Вот это я, конечно, не ожидал. Капелек я тут встретить не хотел. Я не хочу капельки. Так, вот эту штуку можно поменять, кстати. И поставить сюда турель. Пусть она покромсает того чувака с щитом. Ну, а я по... Ух, ядовитый гриб, нет! Вот это замес просто бешеный. Я просто в шоке. Сижу и не понимаю, что вообще происходит. Так, нужно ставить вот эти вот турели-арбалеты. Потому что на нас сейчас бегут, летят чуваки, которые... Ой, с крыльями. Так, отлично. Из-за подни мы вырвались. Давайте проверим, что тут у нас. Так, отсюда я пришел. Там так, что ничего. А что у нас тут внизу? Может быть, какая-нибудь награда нас ждет или еще что-нибудь? Так, ага, там есть проход. И один гриб вон там я видел. Ну, я вот теперь думаю, может быть, все-таки нужно было пойти влево и там что-то поискать найти. Так, четыре гриба нам нужно найти в этих лабиринтах, в этих катакомбах. Попытаемся это мы сделать прямо сейчас. Блин, опять эти капельки вонючие. Как я их ненавижу, вы бы знали. Так, лан, пошлите дальше. Смотрите, сколько здесь всего хорошего. Так, вот так будет, наверное, быстрее их разбить, все эти кувшины. Так, броню мы взяли. Кромсаем, бежим. Так, где грибы? Дайте мне хотя бы один грибочек. Синенький грибочек. Так, хпшечка тут. В общем-то, здесь ничего полезного я и не нашел. Ну, как сказать, все-таки монетки собрал, это тоже хорошо. Так, а как туда-то попасть? Это интересно. Как мне туда попасть? Хм. Наверное, как-то тут надо будет что-то пересушить. Ладно, раз мы здесь с этим рядом входом, давайте в него зайдем и посмотрим, что здесь нас ждет. Я думаю, нас ждет куча врагов. О, привет, торговец. Так, 54 у меня. Можно что-нибудь улучшить, кстати. Так, где у меня этот арбалет? Так, скорострельность. И мы получаем меньше урона от стрелы дротиков. Это, кстати, хорошая штука. Так, стрелы пронзают первого пропавшегося врага. Тоже неплохая, но у нас больше не хватает монет на апгрейды. Так, тут у нас что? Тут у нас тупик. Идем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь у нас ловушка. Так, ставим сюда турели. С этой стороны тоже будут противники бежать. Ну, давайте поставим сюда тогда. Ой-ой-ой, отменяем. Ставим поближе. Пошлите посмотрим, что тут у нас находится. Поможем нашим турелям сражаться с этими вот гоблинами. С этими троллями, точнее. И, в принципе, я с ними пока что неплохо-таки справляюсь. Ну, на мой взгляд. Ой-ой-ой, какие бешеные на меня тролли бегут. И я сейчас... Ой-ой-ой, пауки еще побежали. Офигеть, они мне решили сделать такую западню хитрую. Так нечестно. Ой, как нечестно так делать. Но да ладно, справимся. Так, ставим новые штуки. Так, вот тут вот, конечно, не очень получилось. Так что давайте подготовимся к тому, что сейчас они прорвутся. Нам нужно будет поставить быстренько сюда турель. Ой-ой-ой, там еще и пчелы прилетели. Вот это попадос. Фигарим. Отлично. И ставим арбалеты. Арбалеты должны убить всех этих бедрил. Так, все, бедрилы убиты. Давайте заряжем наш молот возле верстака. Потому что его способность мне очень сильно помогает. Так, пошлите, пошлите дальше изучать эти лабиринты. Так, монеточка. Наверху интересно, что нас ждет. А что нас ждет внизу? Куда лучше идти, вниз или вверх? Так, тут... О, тут можно открыть ворота, которые нас вернут, кстати, туда. Откуда мы пришли, походу. Ну или типа того. По крайней мере, я так думаю. Так, монетка. А вот это что за проход? Отлично. Это проход к грибочку был. Значит, в первый раз, куда мы пошли, там тоже был проход к грибочку. Так что нужно быть внимательным в следующий раз. Так, пошлите. Сходим туда. Кстати, вот тут вот тоже где-то грибочек у нас был, куда мы не можем пройти. Может быть, тут тоже к нему есть какой-нибудь тоннельчик такой скрытый. Вот он, кстати, и есть. Нашли мы его. Так, собираем. Это уже наш второй синий грибочек. Так, все, пошлите. Осталось еще два гриба найти. Мы тогда сможем помочь этому Баламиру, или как его там зовут. И он нам поможет выбраться из этой пещеры. Так, хпшечка нам не нужна. Так, значит, нам нужно найти два грибочка в этой стороне. Сейчас мы нырнем в эту норку. И вынырнем. И опять наш друг уже здесь. Удобно. Пошлите в этот раз наверх. Может быть, наверху. Нам повезет. И мы что-то найдем. Смотри, Эри, эти грибы выглядят аппетитно. Но я бы их не ел бы. Ключ. Не зря мы сюда пошли. Чуйка мне подсказывает правильную дорогу. Так, теперь пошлите, наверное, сюда. Изучим сначала верх подземелья, а потом уже вниз. Так, тут у нас что? Ну, тут, в принципе, ничего полезного не было. Но хпшечка нам пригодится. Так, один гриб осталось найти. Отлично. Так, то есть нам нужно идти вниз. Ой, я тут не могу пройти. Почему-то. Странно. Так, нужно еще найти, как открыть вот эти двери. Потому что там сундучок. Ну, блин, что за такое-то? Что опять за западня для меня тут подготовлена? Так, они со всех сторон на меня решили попереть. Отлично. Блин, не то поставил. Давайте сюда. Да, блин, не то поставил. Давай быстрее. Ладно, пойдет хотя бы так. Так, поможем с этой стороны. Нашим, так сказать, турелем. И с этой стороны тоже поможем. Отлично. Отлично получилось. В этот раз давайте поставим все правильно. Да, блин, опять неправильно. Вот, вот так мне нужно было поставить еще в прошлый раз. Так, забираем турель, ставим сюда. И нам нужно снизу быть очень-очень сильно внимательными. Потому что сюда готовится нападение. Давайте применим наш молот. Бабах. Отлично. Мы разделались с ними на раз-два. Так, ставим сюда турель. Так, пусть она подолбит этого чувака. Так, забираем все. Сюда ставим, сюда ставим. И быстрее, 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 быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это они больно бьют. Тут их много. Это летучие мыши, между прочим. Ставим. Фух, жесть. Какая жесть. Это все или не все? Походу... Блин, 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 блинский. Ай-яй-яй. Ай-яй. Не то поставил даже с перепуга. Но бывает. Но, в принципе, отбиваемся. Все. В этот раз уж точно. Фух, было жарко. Было больно. Не буду скрывать. ХП осталось мало. Рискованно сейчас, конечно, идти. О, гриб. Так, все. Мы нашли все грибы. Можем балабамиру их отнести. Но нет. Так просто я не уйду. Потому что мне нужно еще собрать сундук. А где он открывается? Я не знаю. А вот он тут открывается. Отлично. Даже ни с кем сражаться не пришлось. Вот так да. Повезло. Так, ну все. Пошите тогда на выход. Тут, кстати, я не все монетки подобрал. И спасем нашего балабамира. Ох, сколько монеток. Еще, кстати. А, я тебе турель поставил. А то я уж думал, там мне еще и кристалл дали. Да, чувак, спасибо тебе. Но мы пошли. Кстати, вот тут ХП можно подправить. Давайте зайдем на всякий случай. Потому что вдруг какая-то западня на нас готовится. А я не хочу сюрпризов. Так, идем, идем, идем. Детокс сейчас будем проводить грибной. Так, нашему другу. Так, вот он где. Ты нашел грибы. Я у тебя в долгу, Дверф. Смотрите. Мы творим историю. Дворф щадит, а потом спасать жизнь троллю. А вот и самая сложная часть. А должен съесть эти грибы. Фу, сырые. Фу, а почему лекарства всегда такие горькие? Вау, я уже чувствую себя намного лучше. Теперь, что касается моего обещания. Путешествие будет нелегким. Железнодородная река ведет на поверхность. Чтобы добраться до нее, нам нужно пройти через аванпост Токхорна и уступ Лонгдропа. Они всегда кишат воинами вандры. Но я уверен, что тролли не равня вашим боевым машинам. Пошли, Друг Дворф. Отлично. Я думал, он нам какую-нибудь простенькую дорогу покажет. А в итоге это какая-то жесть. Так. В общем, нам нужно просто встать с двух сторон и открыть дверь. Как я и говорил сам вначале. Так. Ну все. Выходим мы дальше и посмотрим, что же нас там будет ждать. Так. Здесь у нас вот чугунный горшочек. К сожалению, без монетки. Без монетки они мне совершенно не нужны. Так. Мы продолжаем изучать эти темные пещеры, темные катакомбы, темные подземелья, где жили когда-то наши предки с вами. Великие Дворфы, строители боевых машин. Так. Монетки тут везде разбросаны. Отлично. Вот он наш друг. Не надо напрягаться, была Бамир. Этот ползучий яд обманчиво силен. Послушай, даже после нескольких шагов у тебя дышка, как у варк-кабана. Я всегда держу свое слово и я пообещал юному Дворфу, что покажу ему путь на поверхность. И какой же прекрасный маршрут ты выбрал? Прямо через логово Карвампа, Аванпост Таксхорна? Нет, нет, это безопасно, обещаю. Вы, начальник Карвампа и его твари ушли в Хордал, Аванпост практически пуст. Я пойду на разведку, удостоверюсь, что все чисто. Балабамир хочет как лучше, но тролли никогда не оставить свои Аванпосты без защиты. К счастью, у меня есть как раз таки инструмент, который уничтожает их. Это красотка турель с боевыми топорами. Раскалывающая черепа и отрубающая конечности. Признаю, она медленная, но наносит большой урон одиночной цели. Идеально подходит для узких коридоров. А теперь смотри в оба, никогда не знаешь, что произойдет. Так, окей. В общем, можем мы ее прокачать или нет? Давайте посмотрим. Так, где она? Вот она. Да, мы можем ее прокачать. Так, увеличивает урон, увеличивает здоровье. Так, иметь шанс нанести 150% урона. Так, но я вот хотел изучить вот тут что-то как будто. Даже не знаю, что бы мне прокачать. А вот эта турель моя любимая. Не знаю, что она делает. Еще может быть урония. Мне не хватит. Отстрелы дротиков. Давайте вот это прокачаем. И что будет дальше? Взрывные лезвия. Вау! Вау! Вот это будет полезная прокачка. Но, к сожалению, пока нам не хватает на нее. Так, у нас теперь новая турель. Кстати, единственное, я бы все-таки зашел бы сюда и переназначил бы. А то у меня вот эту турель убрали. Вот. Вот так это будет лучше, наверное. Так, выходим назад. И попробуем применить эту самую турель разрекламированную. Так, давайте поставим ее одну сюда. Одну сюда. Посмотрим, как она вообще работает. Вау! Вау! Она просто буквально практически с одного удара выносит врагов. Офигеть! Действительно мощная штука. Забористая. Но она бьет очень медленно. В этот раз, кстати, без обучения. Нам не показали, куда лучше поставить. Но да ладно, сам разобрался. Итак, вот он, аванпост. Вся наша шайка находится в Хордале. Пропивают свои мозги грибным элием. А я смотрю за этим куском камня с тупой рожей. Мы смотрим не только за этими тупицами. Военачальник приказал охранять планы вторжения. Иначе он порубит нас на рагу. Хех. Было бы у нас рагу. Я так голоден, что могу сожрать тебя. Ба! Отойди. Тебе сол... Че? Обрат... Че? Не пойму, че написано. В общем, читать я за семь лет явно разучился. Да еще и тексты тут составлены как-то не очень на самом деле. Я один заметил. Один из подписчиков тоже написал в комментариях. В общем, давайте пораскипаем. Хочется уже поиграть и применить вот эти вот пушки и турели. Так, давайте сначала изучим, что здесь. Чтобы знать, здесь хп. Так, а с той стороны что? С этой стороны ничего. Так, раз, два. Открыли. Ну что ж, заходим. Почитаем. Это дворфийские руны. Приветствую, путник. Пиршественные залы. Еда для голодных, отдых для утомленных. Я не могу разобрать остальное. Большая часть табличек разрушена. Но это место построили мои предки. Логично, я даже не уверен в том, что тролли умеют что-либо строить. Ну да ладно. Давайте пойдем направо сначала. Может быть, что-то тут найдем полезное, что-то годное. И с кем-нибудь сразимся. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, западня. Западня так западня. Так. Пока что поставим вот так. Посмотрим, как это все у нас будет справляться с врагами. Я сюда, кстати, не ту турель поставил, которую хотел. Но, в принципе, и она неплоха. Так-так-так, уходим, уходим. Уходим. Фух, жесть. Я, конечно, попал сейчас в ловушку. Сейчас они ко мне пройдут. Разобьют эту турель. И будет все очень и очень плохо. Но, если что, я применю свой молот и попытаюсь убежать. Пока что так справляемся. Так, сюда. Сюда. Е-е-е. Вот это мощь. Офигеть, вот это, конечно, мощные были враги. Я не ожидал, что они меня с двух ударов вынесут. Ладно, окей. Так. Придется еще разочек с ними сразиться. Так. Так. И сюда давайте поставим тоже самое. И поможем. А, не, не поможем. Потому что они с щитами. Наш бумеранг абсолютно никак с ними справиться не сможет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шипы-то я не поставил, блин. Блинский. Так. Шипы. И теперь эту штуку. Да, вот так будет лучше. Но хп они мне, конечно, подбили. Блин-блинский. Блин-блинский. Йо-йо-йо-йо-й. Они медленные зато, я скажу. Они медленные, как вот эти вот большие турели. Но, тем не менее, они просто разрушительные. Благо, у меня был молот. Молот Тора. Мьёльнир. Крысы. Почему крысы вместе с троллями против меня сражаются? Я не понимаю. Как они их подкупили? Сырым, что ли? Так, всё, что ли, или не всё? Как будто всё. Фух. Но это было жёстко. Это было больно. Так что надо пойти перезарядить молот. Всё, молот перезаряжен. Но хп у нас, конечно, на исходе. Так. Книга о двух солнцах от силк для кальде. Эх, я думал, что-то полезное тут будет. Контрольная точка. О, хп, хп, хп. Отлично. Всё. Можно теперь жить спокойно. А то я думал, один удар и всё. Труп. Так, в общем, нам нужно изучать этот замок, чтобы найти какие-то планы. Везде наш друг с этим верстаком стоит. Так, эту бочку разрушить нельзя. Ладно. А это? Нет, это тоже ничего не разрушается. Окей. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Придётся сейчас нам попотеть. Блин, они со всех сторон на меня прут. Я просто не успеваю ставить. Я не успеваю сообразить. Я не был готов сейчас к этому. Я скажу вам честно, ребята. Давайте, Мьёльнир, Мьёльнир. Мьёльнир нам помог. Да блин. Я честно не понимаю, как лучше поставить и выстроить тактику. Давайте хотя бы как-то так заманивать всех сюда. И убегать, убегать. Убегаем, убегаем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Два этих мелких негодника на меня напали. Так было нечестно делать. Ой, а вот тут вот, конечно, встреча не очень. Давай на шипы, давай на шипы. Ты медленный и глупый, а я умный и быстрый. Ой, их двое теперь. Это уже не то, что я хотел и что я планировал. Жёсткие битвы, жёсткие баталии. Но нужно подумать, как же выстроить тактику правильно. Что нужно сделать и как их одолеть. Так, ладно, сейчас попробуем ещё раз. Так, везде, в принципе, у нас одинаковые противники. Блин, как так получилось? Я поставил и убрал одновременно. Так, давайте попробуем пока что вот так вот постоять, подолбить. Снизу сейчас прорвутся. И это не очень хорошо на самом деле. Убираем, убираем всё. Ставим ещё одну кромсалку. Давайте прямо в упор её поставим, чтобы они даже выходить не успевали из своих хижин. Может быть, это как-то эффективнее будет? Не знаю, но по крайней мере сдержит их. Так, 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 вот тут сейчас пробьют, пробьют оборону. Ставим новую, ставим новую оборону. Воу-воу-воу-воу-воу, пробили сверху, пробили, пробили. Так. Давайте сюда ставим тогда. В принципе, особо-то разницы нет, как оказалось. Может быть, конечно, нужно вот так вот от них бегать, чтобы они попадали вот в эти самые ловушки. И тогда мы их сможем победить. Такая вот смекалочка от Юрочки. Да, неплохо получается, между прочим. И да, мы их победили. Вот так вот. Всё-таки эти ловушки очень даже полезные оказались. Я, кстати, не додумывался до этого их так применять. И оказывается, это, наверное, один из лучших способов, что можно сделать. Так, куда эта дверь открылась? Вот я думаю, идти туда или вот сюда. Так, здесь кнопка, кстати. И контрольная точка. Так, и эти двери, да, мы открываем. А нет, пока что только один кристалл зажигается. Так, ладно. Пошлите тогда сюда. Здесь по-любому что-то ништяковое нас ждёт. Пробиваем эти ящички. Так, да, здесь броня. Отлично. Но мне бы ещё ХП найти. Был бы вообще здорово. Так, тут закрыто. И там какая-то головоломка внутри нас ждёт. Окей, открыли. Да, там бонусная головоломка, походу. Но у меня же нету ключа. Что толку, если сейчас я её пройду? Ну да ладно, давайте попробуем. Раз. Два. Три. Нужен ключ. Нужен ключ. Без ключа это бесполезно. Так. Надо ещё правильно проходить, иначе кнопки закрывают двери. В принципе, несложно. Но ключа у меня, к сожалению, нету. В общем, нужно будет найти ключ и обязательно сюда вернуться. И тогда всё будет классненько. Так, теперь нам куда нужно идти-то дальше? Нам нужно, значит, идти в эту сторону. Да, здесь я не был. Монетки здесь лежат. Так. И, соответственно, что-то нас там ждёт. Что-то эпичное и одновременно опасное. В принципе, с этими жирными, этими троллями я уже знаю, как сражаться. Бац. Дверка открыт. Отлично. Но мы пока пойдём сюда. Что тут пишут? Это каракули троллей, но я могу их прочитать. Символ очень похожий на дворфийские руны, только боль неразборчивый. Карвам заставляет нас безостановочно разводить летучих мышей. Новая стая кажется весьма напористой, но не волнуйся, мясом на палочке можно приручить кого угодно. Ага, вот почему. Их тролли специально выращивают для того, чтобы свою армию сделать. Так, у нас 30 монет. Не знаю, можно что-то улучшить? По-моему, 40 стоит. Да, всё стоит 40 монет. Так что, ладно, пошлите. Нам нужно найти ключ и ещё открыть там кое-что. Так, ладно. Вот тут, кстати, могут уже появиться и летучие мыши. Это уже не очень хорошо будет на самом деле, если будут летучие мыши. Да, смотрите, появляется этот остров, и там будут летучие мыши. Это фигово, очень фигово, я скажу. Но мне остаётся пока что ставить только так. Посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, смотрите, отбиваемся, отбиваемся. Во-первых, первая стрела эффективно сражается. А во-вторых, во-вторых... Ой, тут щитом на меня начали нападать. И вот это вот уже была самая настоящая подстава. Так, давайте хотя бы вот этих штук убьём. Потом уже разберёмся с оставшимися. Так, всё, отлично. Ой-ой-ой, гоблин, гоблин, гоблин. Я не хочу с тобой сражаться. Убегаем, не убежали. К сожалению. В принципе, первая тактика была правильная. Но вот потом что-то пошло не так. Так, ставим. Ставим. Так, сюда ставим и сюда ставим. Всё, теперь ждём и смотрим на мясорубку. Поможем, поможем наш турели справляться с врагами, с троллями. Так, в принципе, нормально. Так, убираем, убираем. И... Ой-ой-ой, убираем. Нам нужно поставить вот эти штуки. Так, монетку, блин, не взял. И надо подумать, как нам убить вот этого гигантского огра. Так, убираем. Ставим шипы. Нет, убираем шипы. Ай-яй-яй. Ставим вот эту штуку. Мясорубка, я её называю. Блендер. Так, ставим ещё одну вот эту турель. Потому что там на нас нападают со всех сторон. Так, ставим сюда, ставим сюда. И ставим сюда. И Мьёльнир. Есть. Мьёльнир нам очень сильно помог. Так, не то поставил. Давай вот это. Расстреляем их. Всё. Отлично. Всех уничтожили, всех победили. Давайте посмотрим, что здесь. Потому что здесь, возможно, какой-то бонус спрятан. Вот он ключ, который я искал, чтобы открыть сундук с сокровищами. Всё, можно бежать отсюда. Монеточка. И кнопочка. Есть. Открыто. Всё. Возвращаемся туда. Забираем сундук. И, надеюсь, награда меня не разочарует. Я надеюсь, что это будут кристаллы. Так, кстати, надо зайти к верстаку, чтобы перезарядить мой Мьёльнир. Потому что Мьёльнир решает. Как вы видели, мы этого огромного тролля вырубили. Так, осталось вспомнить, где проход к этому сундуку. По-моему, здесь. Да, я всё правильно иду. Сейчас мы его заберём. Так, всё, тут уже опять всё закрыто. Но это потому, что я, наверное, умирал. Так, ладно, всё, открывай. Я знаю, как тут ещё активировать. Без всяких проблем сейчас пройдём. Надо вот так вот просто пройти. Тут открыть. И собираем монетки. Жалко, что не кристаллы. Но, в принципе, рад и этому. Всё, уходим отсюда, потому что делать тут больше абсолютно нечего. А нам нужно идти туда, куда сейчас открылись ворота. И не забыть перезарядить Мьёльнир, между прочим. Так, по-моему, там есть как раз верстак. Сейчас мы его и перезарядим там. Отлично. Всё, перезарядили. И что у нас есть? У нас есть 55 монет. Кстати, Коли, может быть, прокачать? О, они поражат летающих врагов. Интересно. Да, давайте прокачаем шипы, потому что, в принципе, они мне оказались очень и очень полезными. Так, мы оказались в логове. И здесь самая настоящая западня. Это, по-моему, гигантские, гигантские эти штуки. Сейчас мы узнаем, не зря ли я прокачал эти шипы. Давайте, давайте, братишки, братишки мои. Но я, конечно, не ожидал, что ещё и другие враги на меня будут нападать. Я ожидал, что только будут вот эти вот гигантские тролли на меня нападать. Но оказалось, что не всё так легко и хорошо, как я хотел. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, давайте отравляющие вот эти штуки поставим. И, в принципе, я думаю, мы с этими ребятишками справимся. Так, пока что всё хорошо идёт и по плану. Единственное, вот эти с щитами вышли, уже с ними не по плану. Придётся как-то вот так вот с ними сейчас разбираться. Давайте сюда ещё одну поставим. Так, можно, в принципе, вот так сейчас обойти и поставить сюда турель с арбалетом, который просто легко вынесет всех врагов. И мы всех победили. Это просто нереально. Это был посредний из них? Ха! Получайте, большие противни вонючие хулиганы. А теперь хватаем план вторжения и убираемся отсюда быстро. Так, где он план? Вот этот, что ли? Ммм, посмотрим, что там в боевых планах. О нет, похоже, королева ведьма Вандера создала эликсир, который не даёт троллям превращаться в камень на солнце. Вот как они напали на деревню Брека. Что ещё хуже? Вый начальник Карвамб собирает все семь полчищ троллей для вторжения на поверхность. Если их план сработает, мы обречены. Нам нужно быстро вернуться в деревню и предупредить остальных. Ох, да. Жёсткая история. Ну, что ж поделать. Такая уж судьба у этого народа дворфов. Так, куда мы сейчас попадём? А мы попадаем снова в пещеру. Ну, а как мы из этой пещеры выберемся, вы узнаете в следующей серии. Продолжение следует...